всем привет в этом видео я хочу сделать такой своеобразный батл между однофонтурным жаккардом и двухфонтурным жаккардом когда у меня была перфокарточная машина я тоже пробовала двухфонтурный жаккард вязать но мы все знаем кто имеет перфокарточные машины или кто имел раньше что в комплект к машине не входят перфокарты для двухфонтурного жаккарта и их нужно было набивать самим ну и после того как я набила свою первую перфокарту для двухфонтурного жаккард у меня скажем так настроение продолжать вязать двухфонтурный жаккард исчезла слишком это долгая подготовка долгая подготовка к этому и я продолжала вязать однофонтурным жаккардом свои рисунки и меня все устраивало меня в принципе и сейчас все устраивает мне нравится однофонтурный жаккард тем более что есть разные способы минимизировать эти протяжки и вот к слову когда мы затрагивали тему как уменьшить протяжки с изнаночной стороны или как их убрать я вспомнила что еще один способ и вот это видео будет полезно тем еще кто вяжет просто на одной фонтуре однофонтурный жаккард на самом деле способ очень крутой очень классный он не только позволяет убрать эти протяжки с изнаночной стороны но и также если вы заметили когда мы вяжем однофонтурный жаккард бывают вот эти вот петли на пересечении одного цвета с другие с другим они немножко такие рых рыхлее обычной вязки так вот этим способом можно их быть подтянуть на сам рисунок никак этот способ не влияет он остается таким же вот поэтому посмотрите я думаю что многим понравится этот способ если кто хочет прям вот идеально сделайте без протяжек изнаночную сторону еще я вот этот способ немножко сравниваю изнаночная сторона страна получается как бы имитация двух фонтурного жаккарта и перед тем как я готовилась к этого видео я в общем извязала очень много-много разных образцов также не так давно может месяца два-три может чуть-чуть даже и больше мне на электронный адрес один хороший человечек моя подписчица наталья выслала очень большое количество материала по вязанию на вязальной машине и вы знаете что я уже давно очень хотела связать что-то двухфонтурным жаккардом и там был файл с начаться статьей с журнала любодела про двухфонтурный жаккард в этой статье просто я была удивлена рекомендую всем найти эту статью в интернете там во-первых для значит двухфонтурный рассказывалось в этой статье про двухфонтурный жаккард как вязать для разных машин настройки для разных машин и разными при разными способами то есть но как мы знаем уже по инструкции кто читал конструкцию нам предлагается одна только один способ вязания двухфонтурного жаккарда но разнообразие вязание двухфонтурного жаккарда она очень прям большое завернула ну вы поняли меня вот и значит я такая все подходила к этому файлу перечитывала пробовала пробовал находила свой вот знаете вот свой любимый способ тот который вот мне бы он подошел и в этом видео я вам покажу два способа двухфонтурного жаккарда точнее но это будет как два основных способа вязания двухфонтурного жаккарда один будем вязать именно которые у нас в инструкции и по нашим настройкам которые предлагает нам программа также там есть некоторые нюансы на которые я обращаю внимание ваше и свое тоже вот и один способ такой очень легкий облегченный но я так как поняла уже просто тоже когда посмотрела видео многих мастеров кто вяжет двухфонтурную жаккарду я так поняла что это самый любимый потому что наверное самый легкий вот вот в этом видео мы будем это все дело вязать и рассматриваем мы с мишелькой желаем вам приятного просмотра пишите вместе с нами оставайтесь вместе с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и комментируйте сошла я в программу и этого рисунка у меня еще пока нет моей библиотеки моей библиотеки рисунка но я его рисовала и этот рисунок я сохраняла вот здесь в папке узоров так вот он меня открываем что нам нужно сделать нам нужно сохранить его в галерею потом правой кнопкой мыши размножить на все поле рисования что мы должны сделать сейчас я приближу нажать вот на эту кнопку скопировать блок и нам нужно скопировать только как и нарисовать то если мы рисуем программе нам нужно скопировать вот только вот этот вот дубло ой еще раз рука дрогнула вот вот этот вот только блок переходим во вкладку галереи здесь нам нужно на на вот этот ключ нажать появляется дополнительная панель мы должны нажать вставить в коллекцию вот он у нас появился и если мы не нажмем на эту дискету то этот рисунок не сохранится в галерее поэтому мы нажимаем на дискету и все когда мы выйдем из программы то и потом зайдем то рисунок галереи этот останется и сейчас чтобы нам размножить его на все рабочее поле мы его должны вызвать этот рисунок нажать и нажать вот на вот эту вот кнопку скопировать буфер обмена перейти на вкладку рисования и можем здесь не удалять этот рисунок просто кнопкой правой кнопкой мыши нажать все рисунок появился у нас мы можем его проверить правильно ли он у нас все тут получился все верно и сейчас мы можем перейти во вкладку вязание вязание для однофонтурного жаккарда сейчас будем вязать его перейдем на вкладке переплетения однофонтурный жаккард найдем и посмотрим настройки кареток каретки здесь простые настройки нам нужно переключить начну нашей каретки поставить положение f ручку выбора узора и все так но для начала мы посмотрим с какой стороны у нас должна быть нить каретки должны стоять у нас должны стоять каретки с левой стороны поэтому мы это будем сейчас переведем каретку на другую сторону и потом только включим эту кнопку переключим на f переключим ручку выбора узора на букву f и начнем вязание я уже провязала несколько рядов начала работу вязать мы будем наш образец значит на иглах 25 0 25 также пряжа это очень важно для но если для однофонтурного жаккарда это не принципиально там она должна быть относительно скажем так тонкой или толстой ну то есть те уже как вяжет машину на принципе разную пряжу вяжет и тонкую и не совсем толстую но я буду вязать выбрала пряжу слонемского комбината у меня 2 моточка это полушерстяная пряжа или они в процентном соотношении 30 шерсти 70 от акрила достаточно тонкая в 22 сложения вот такая вот они одинаковые и как я уже говорю что можно в принципе однофонтурный жаккард связать и в три сложения если бы здесь три и здесь три в четыре тоже будет свяжет 4 здесь если будет четыре сложения и здесь четыре сложения для однофонтурного жаккарда подойдет но мы сейчас возьмем вот такую в два сложения и 1 и 2 будет у меня и будем вязать на плотности 2 так переведем точнее провяжем один ряд и еще хочу один сказать нюанс сейчас вот машина едет и мы слышим такой немножко глуховатый звук все дело в том что я подложила уплотняющую ленту вот она у меня лежит сама инструкция к машине рекомендует когда мы вяжем предлагает нам рекомендует даже скажем когда мы вяжем тонкими нитями тонкой пряжей использовать вот эту уплотняющую ленту но по моему наблюдению скажем так если нам для однофонтурного жаккарда в принципе все равно это уплотняющая лента и мы можем ее не прокладывать то для двух фонтурных каких-то переплетений или двухфонтурного жаккарда при использовании тонкой нити то лучше ее сюда подставлять так все мы перевели каретку в другую сторону то есть провязали ряд на плотности 2 и сейчас у нас каретка находится в том положении которым нам нужно мы можем с помощью программы посмотреть какие же настройки настройки вот такие простые и поставить на каретке f и включить кнопку старт все машина у нас готова датчики установлены посмотрите я хотя буду вязать на иглах получается 25 слева 25 справа но у меня стоят датчики 30 слева 30 справа также у меня установлены и программе вот эти датчики вот они l30 r30 также та же самая программа не инструкция рекомендует устанавливать два датчики больше вязаного полотна но это в тех случаях когда мы допустим расширяем полотно и чтобы не забыть что потом переставить эти датчики то лучше поставить их побольше но я ставлю их всегда побольше так сейчас поставлен штатив и мы будем вязать однофонтурный закат и по поводу сепараторов в одном из видео я говорила что я ставлю их можно в этом случае в моем сейчас который я буду вязать ставить или нет в принципе ну и без них можно вязать так как нет не пушистая она может не путаться то есть она в принципе хорошо и так будет вязать но мы добавим сепаратора обычно они устанавливаются где-то где-то после трех-четырех игол пустых после рабочего полотна этого справа и слева так ну все все готово добавляем значит второе нить каретку я включила кнопку старт все готово можем вязать однофонтурный жаккарда в процессе вязания однофонтурного жаккарда желательно контролировать натяжимость нитей чтобы не было повисаний чтобы не было расхлябистости но и сильно чтобы затянуты нити не не были то есть ну как бы вот свободно иногда даже столица обратно так подтягивать эти нити вверх чуть-чуть и еще хочу показать еще один способ по поводу способ минимизировать протяжки на однофонтурном жаккарде когда мы уже провязали какое-то количество рядов например мы видим где большие протяжки то есть вот как бы дорожку видим мы можем взять легкими вот такими скажем так петлями сейчас покажу и как бы провязать их в некоторых случаях я даже могу сказать что это и полезно для однофонтурного жаккарда потому что вот иногда бывает я вот мы потом посмотрим я потом покажу не все я буду делать то есть вот так пройтись не по всем протяжкам а только по длинным ну тоже это выбрать какой-то блок узора вот так провязать вручную и накинуть на какую-нибудь иглу иглу эту петлю получившуюся вот так как такой способ как вариант можно использовать это я тоже хочу показать чтобы вы тоже знали что вот такого тоже есть я в своих каких-то изделиях так делала но обычно я вяжу если с протяжками то с протяжками и уже потом ничего не делаю так слегка но желательно это все делать блоками в смысле блоками я имею ввиду что я вот сейчас я много провязала рядов лучше делать это блоками то есть блок провязали накинули вот эту петлю последнюю и дальше вяжем блок провязали накинули и дальше вяжем так просто будет ровнее сама эта дорожка выглядеть вот ну все это в принципе такое отступление от нашего от от нашей сегодня темы сегодняшней темы так и дальше мы вяжем вот я провязала какое-то количество рядов несколько заходов рисунка и вот у нас получился наш однофонтурный жаккард однофонтурный жаккард и вот смотрите где я делала вот тут вот эти протяжки убираем вот таким способом вот на растяжимость это никак не повлияло рисунок не стянулся наоборот даже вот эти вот крайние которые переходят с одной с одного цвета нити на другое они подтянулись и аккуратнее стали то есть это даже в плюс такой вот способ убираем и ранее протяжек ну вот это у нас получается однофонтурный жаккард я его отложу сейчас в сторону он отлежится потом сделаем вто и потом сделаем все все посмотрим варианты и сравним и сейчас мы перейдем на вязание двухфонтурного жаккарда и плюс и большое преимущество электронных машин в том что нам рисунок не нужно никак преобразовывать для вязания двухфонтурного жаккарда вот как мы сделали его для однофонтурного жаккарда так он и подходит нам для вязания двухфонтурного только что мы должны сделать мы должны перейти во вкладку вязания и поменять способ переплетения поставить на двухфонтурный двухцветный норвежский жаккард все и машина компьютер программа сама все преобразует нам для вязания этого рисунка двухфонтурный жаккард вот это конечно большой плюс огромный наверное вот то есть тоже мы взяли картинку тот же узор и ничего больше не делаем только поменяли переплетение и сейчас мы будем выполнять двухфонтурный жаккард тем способом который предлагает нам машина точнее инструкция к машине которая и и также подсказки на самой в самой программе но здесь есть такой один нюанс который я хочу вам показать чтобы вы более четко могли разбираться я хочу обратить внимание что тут мы будем использовать автоустановочный рычажок вот он находится вот он и его менять каждые два ряда то есть вот он тут на 0 и на 1 этот автоустановочный рычаг он у нас отвечает за то что значит в положении 1 будет фонтура нижняя а только будет провязываться верхняя вот за это он отвечает и поэтому когда мы будем вязать основной нитью то есть цвета фона мы будем ставить в положение 1 а когда мы будем вязать только рисунок мы будем ставить положение 0 вот так и желательно ну как бы желательно нежелательно использовать вот этот вот кулачок который устанавливается вот сюда доводя кареткой до этого места где установлен будет кулачок автоматически будет вот это вот переключаться сама автоустановочный рычаг но я буду делать это вручную потому что я хочу контролировать само все вязание то есть я продумала себе алгоритм и поэтому мне будет это удобно также хочу обратить внимание вот на вот эту вот часть у кого есть автоматический смещик нити для того для них вот этот вот рычажок он будет актуален у меня нет еще пока автоматического смещика нити поэтому я этой штукой пользоваться не буду он будет положение вот таком как она есть вот ну что я хочу сказать по поводу вот этих вот автоустановочных рычажков когда мы включим нашу программу и посмотрим настройки нашей каретки именно который предлагает программа мы увидим вот такую картинку принципе она такая же ну вот начало работы да как и здесь но здесь ничего не сказано по поводу вот этого вот автоустановочного кулачка и вот мы увидим что программа показывает что вот-вот мы ряды провязали то есть не включая еще каретку не включая программу и мы седьмого ряда скажем так седьмого ряда по щечку начинаем вязать наш рисунок седьмого ряда по щечку но не по программе потому что по программе мы вяжем сразу вот с первого ряда у нас стоит сейчас 0 и каретка у нас с правой стороны и мы уже сразу начинаем вязать то есть вот здесь вот ничего не написано про этот автоустановочный рычажок но когда мы принудительно вот так поменяем с вами наборные вот эти вот ряды то мы увидим что вот он меняется смотрите 1 2 1 2 и меняется то есть начиная даже с нулевого ряда у нас стоит автоустановочный кулачок на ноль вот это вот ну вот это и есть основная инструкция по вязанию который прилагается к машине к нашей машине электронной но мы начинаем значит у нас сейчас стоит нить светофона мы сейчас делаем наборный ряд конечно когда мы начинаем делать но вязать двуфонтурным жаккардом и если мы начинаем вязание прям сразу не без резинки а сразу двуфонтурного жаккарда то лучше конечно начинать забросовой нити но мы будем делать образец поэтому я забросовую нить не буду использовать значит в работу у нас выставлены иглы как и надо фонтурном жаккарде то есть по количеству игл 25 слева 25 справа установлены магнитные датчики по 30 и на нижней фонтуре я выдвинула значит положение у меня ручка двигаем фонтуры на h5 и вот у меня сейчас вот так вот должны стоять иглы . для полного ластика на каретках основные настройки мы проводим провязываем один ряд провязали один ряд и вешаем гребенку и грузики так мы когда повесили гребенку и грузики мы должны сделать один или два круговых ряда для этого мы делаем вот такие настройки на каретках и можем значит один сделать вот так вот с плотностью 00 и увеличить на одну единичку второй круговой ряд сделать также мы должны обратить внимание что каретка у нас по программе стоит с правой стороны поэтому мы должны сейчас сделать один соединительный ряд ну как бы зигзагом да на плотности я поставлю наверное плотность 22 провязываем один ряд слева направо сейчас сейчас мы должны установить все как сказано вот по нижней вот этой вот табличке по нижней табличке мы должны установить на каретке поставить рычажок выбора узора в положении sg на слип вязание также все остальные настройки как обычно ничего не меняем про вот эту штуку я уже сказала что у меня ее нет а кулачок будет он не кулачок а установочный рычаг мы будем менять когда мы будем вязать сам рисунок сам рисунок так и нажимаем на кнопку старт и мы должны выбрать рабочую плотность ну программа нам советует выбрать рабочую плотность 44 но так как у нас нить достаточно тонкая мы выберем плотность 33 можем 44 можем 43 то есть тут уже плотность нужно регулировать подбирать под саму пряжу в процессе вязания нашего образца перед тем как мы вяжем и будем вязать изделие когда у нас настройки все мы выполнили нажали на кнопку старт значит нам программа показано что мы значит туда вправо вяжем цветом основным фоновым цветом и сейчас звуковой сигнал программа дает для того чтобы мы заменили нить для вязания рисунка у меня нет авто автосменщика нити я просто завожу за за машинку одну нить и добавляю вторую и когда я уже сказала что мы когда будем вязать нитью контрастной или там допустим той нитью которую мы будем вязать рисунок мы ставим авто авто установочный рычажок на положение 0 на положение 0 и что мы сейчас посмотрим что провяжется и вот мы увидели что провязалась только верхняя фонтура иглы верхней фонтуры и вот такая вот протяжка пошла когда мы вяжем назад будет тоже самое проложилась протяжка и провязались только иглы верхней фонтуры два ряда мы провязали и мы должны сменить цвет это так вяжется каждые два ряда меняется цвет при двухфонтурном жаккарте когда мы сменили цвет в каретке вот меняем цвет в каретке я уже поменяла я отпускаю вот этот рычажок на положение 1 и сейчас мы провязываем и видим что провязались и верхняя и нижняя фонтура и как бы вот эти протяжки которые у нас они оказались они внутри нашего полотна то есть закрылись и назад тоже самое меняем цвет и меняем на 0 это происходит достаточно быстро все и я запомню что когда я цветом фона вяжу у меня стоит на автоустановочный рычаг на положение 1 когда я вяжу белый 0 то есть фон все вяжут нить фонтуры белый рис только рисунок только верхнюю почему я в данном случае не использую вот этот кулачок но я не хочу доводить до конца вот этой вот фонтуры каретку каретки подошли все равно меняю вручную механически так сказать нить и и мне не составляет труда вот это сделать точнее я все контролирую при данном вязании и при использовании таких тонких нитей можем принципе поставить плотность 2,2 или 2,1 наверное нет потому что вяжут все нижние иглы но при другом разборе которым мы будем я покажу дальше мы можем как бы менять то есть ставить разные плотности на верхней на нижней каретке ну и опять же это все индивидуально это все подбирается в процессе вязания когда вяжем перед тем как мы вязать изделие вяжем просто подбираем вот это вот плотность нужно как чтобы красиво было смотрелось наше потом в итоге изделие так ну вот сейчас я вот видите я поговорила и я в принципе помню что зеленая у меня вяжет то есть чтобы проверить все настройки я помню что у меня зеленая это цвет фона она вяжет все у меня иглы и на верхней и на нижней каретке поэтому у меня авто установочный рычажок стоит в положении 1 далее что я хочу показать вот не снимая образец полотна дальше продолжите вот вязать его но показать модификацию как можно тоже вязать двухфонторный жаккард но чтобы самой ну то есть само полотно было не такой не стоячая более рыхлое значит на нижней каретке на нижней фонторе мы должны разобрать наш наши иглы через один поставить вот так также в принципе мы можем и через два то есть 1 вяжет 2 не вяжет 1 вяжет 2 не вяжет и через 5 даже мы можем делать точнее 1 вяжет 5 не вяжет то есть вот такое вот это и будет как бы с минимизирует нам наши протяжки вот и облегчить само полотно вот сейчас мы при той же скажем так инструкции по вязанию двухфонторного жаккарда просто перекинем с одной иглы на вторую через один все иглы нижних именно нижней фонтуры и продолжим вязать при данном случае мы уже можем поставить если у нас очень тонкая нить ставить в принципе на нижнюю нижней каретке плотность 1 и она будет хорошо провязывать ну или один там один на две точки то есть тоже это все вот как вяжет ваша машина и какую вы нить будете использовать так весь принцип работы алгоритм работы остается тот же то есть мы тоже работаем с этим автоустановочным кулачком он не кулачком а рычажком вот этот вот и сейчас у нас мы последние провязали нитью фона меняем значит нить на нить узора и ставим на рычажок на положение 0 так ну вот вы смотрите я сделала вот этот вот образец это у нас на плотности 2 и 3 тут я меняла до который вот мы сейчас связали следующий за ним я связала все то же самое но на 1 единицу по плотности и если сравнивать у нас наш вот этот образец нашим однофонтурным жаккардом так это вот это вот но еще будет в это у это все будет потом посмотрим то по размеру по размеру больше подходит конечно вот этом где 4 4 брала вот эта вязка ну по поводу вязки посмотрим здесь я тоже самое делала значит это на полном ластике у нас первый образец выполнен точнее на всех иглах да и здесь тоже самое здесь тоже самое потом мы перешли когда модифицировали так сказать нижний ряд то есть уменьшили сделали перекинули с одной петли на вторую то есть у нас нижняя фонтура вязала через иглу это 2 вот это поплотнее то что вот так выглядит изнанка вот так перед лицом и перед лицом и уже здесь я взяла вообще через три иглы запустила и вот так выглядит изнанка если тоже через три как я говорю можно через две через три через одну то есть без разницы вот так выглядит наш образец связан по инструкции которая прилагается к нашему к нашей машине так вот здесь вот плотность 44 44 здесь тоже самое я делала на всех иглах здесь через одну и здесь через три вот я хочу перейти к следующему способу двухфонтурного жаккарда и когда готовилась к этому видео я вот поняла что вот этот вот следующий способ он очень многим любим и самый больший его используют настройка мы все сделали для начала нашего вязания образца так как мы и в прошлый раз делали вяжем на те том количестве игл которые и в прошлый раз значит что в этом фонтурном жаккарте будет чего не было прошлый раз мы просто не будем двигать вот этот автоустановочный рычажок то есть будем его не менять он будет стоять в положении один и я вот думала почему в инструкции нет об этом не прилагается вот именно такая инструкция то есть какой-то второй вариант он удобен для мастеров вообще для нас да что мы вот этого ничего не меняем да но если брать как сам рисунок он его искажает а именно искажает он его раз как бы расширяет вверх в разные стороны то есть если взять как за у нас за основу допустим однофонтурный и двухфонтурный жаккард вот обычным классическим способом то у нас ничего не меняется в принципе только подобрать нужно правильную плотность и в принципе ничего не меняется сам рисунок остается такой же при его данном он получается неплохо сам по себе красив но сам рисунок искажаете мы сейчас это посмотрим именно вот как сравним и чтобы минимизировать эти искажения то предлагается вообще на верхней каретке установить на плотность допустим побольше а на нижней каретке установить плотность поменьше ну мы сделаем наверное вот попробуем 5 и 3 в этом случае и еще хочу ну вот начнем вязать и потом я вот кое на чем остановлю свое внимание так ну все у меня установлено я нажала кнопку старт и начинаем а так и не только не установила не установила на слепезание выбор узора буквой сигнал нам говорится что нам нужно заправить вторую нить в каретку точнее добавить ее и мы просто не сейчас не работаем вот этим вот кучку ничего не делаем просто меняем каждые два ряда мы меняем нить сейчас мы используем рисунка и меняем его на вот два ряда провязали меняем его на на цвет фона так цвет фона поменяли и тоже начинаем наше вязание образца с пол вот со всех игл вяжем на всех иглах и вот что я хочу сказать по поводу уже по моим наблюдениям после того как я уже провязала очень много количества образцов когда готовилась к этому вязание вообще и раньше вязала и пробовала когда вы вяжем вот такой вот тонкой нитью такой только пряжи пряжей и используя вот данный метод данную технику вязание 2 фонтурного жаккард то есть возможность такая что вот эти некоторые петли не будут провязаны именно на верхней фонтуре и когда мы поставили уплотняющую вот эту вот ленту то вот эта вот ошибка как бы она исчезла то есть в принципе после этого все провязывается на любой плотности на большой или на низкой на любой то есть вот это вот именно лента уплотняющий именно при данном типе переплетений при данном типе но техники но фонтурного жаккард она помогает провязыванию вот этих вот петель верхней фонтуры сейчас мы перейдем на второй как бы полу способ второй способ данного способа вязания это когда мы будем вязать через одну иглу на нижней фонтуре еще я заметила что мне кажется что вот как вот как я беру нити эти две и зеленая нить мне кажется немного толще плотнее все мы продолжаем 2 так вот вязать полу способ скажем так для каждые два ряда нить но другой это наша рука ну вот хочу показать вот этот вот рисунок связан этим способом он хорош сам по себе красив легок такой но возможно тут можно было сделать переходила сюда с одной вязки на другую можно сделать было не 5 3 а 4 3 и вот мы сравним двухфонтурным жаккардом жаккардом так вот этот вот по вот то есть он становится более такой рыхлый да если взять классический способ классический способ жаккард который предлагает нам сама программа и инструкция к данной вязальной машине то этот вот такой какой-то совсем другой и вот такая вот изнанка получается у нас но достаточно легко делать и я хочу сказать что кофточку какую-нибудь из такого же карта было бы неплохо она очень такая легонькая такая вот только что подобрать может быть я говорю что поплотнее для этой нити поплотнее чуть-чуть на единичку сделать саму вязку но еще но все-таки я пойду сделаю вот его и покажу уже потому что все будет у вас становится все по-другому смотрится ну сейчас мы можем оценить полностью результат нашей работы начнем с однофонтурного жаккарда который мы делали первый вот не знаю сам сам красивый по моему мнению это однофонтурный жаккард для этого рисунка скажем так протяжки небольшие но я вам показала еще как можно их убирать таким способом и посмотрите как здорово получается они даже вот где мы делали вот эти вот дорожки как бы вот эти вот рядышком когда сменяются цвета подтягивает вот эти вот светофона петли и полотно становится еще аккуратнее на растяжимость это никак не влияет и на сам рисунок тоже не деформирует очень классный способ так ну и то что мы вязали дальше это следуя инструкции и подсказкам нашей машины компьютера программы это двухфонтурный жаккард и тут были модификации этого двухфонтурного жаккарда уже в процессе значит при выполнении этого жаккарда мы видим что на изнаночной стороне у нас не ну то есть цвета фона полностью ну и тут когда я конечно разбирала уже на один через через один нижнюю фонтуру то конечно просматривается уже эти протяжки ну и здесь я уже разбирала то есть между этими рядами не рядами как-то столбиками здесь 3 петли 3 иглы не в работе то есть 1 через 3 то есть 1 в работе 3 не в работе 1 в работе 3 не в работе мы видим что более плотнее сам жаккард это там где мы использовали все иглы двухфонтур это вот этот первый вот где полностью такой аккуратненький красивый фон изнанки вот так смотрится здесь конечно если присмотреться но я думаю после я их эти образцы не стирала возможно после стирки они скажем так но пряжи немножко даст объема и вот эти протяжки не будут малозаметны вот вот такой вот это здесь который мы вязали с вами здесь я связала более рыхлее тоже очень красиво получилось то есть это если мы здесь по обвязали на плотности 2 2 3 где-то так здесь была плотность 4 вот так красиво получается со стороны изнанки так ну и вот этот вот способ который который я так поняла очень многим любим из мастеров и он очень ну скажем так удобен что не нужно переключать вот этот авто установочный рычажок просто если у вас нет сменщика нити просто меняя каждые два ряда нить и все ничего не трогать и вот такая вот красота будет получаться очень такой он легкий сам по себе сама по себе вязка и но с изнанки вот такая вот полосатости ну тоже очень красиво и здесь я тоже разобрала один ну через одну это на нижней фонтуре через одну иглу мы вязали и плотность здесь у нас порохле 5 3 5 на верхней фонтуре и 3 на нижней вот такие вот образцы у нас получились вот такая вязка у нас получилось пишите в комментариях какой вам образец больше всего понравился и но моя любовь все равно остается к одну фонтурному жаккарту не знаю мне очень нравится ну из двух в технике двух фонтурного жаккарта мы тоже что-нибудь я думаю свяжем обязательно это тоже красиво получилось на этом я хочу закончить свое видео надеюсь оно было для вас полезным пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь пишите какой вариант вам больше понравился какой вы используете в своей работе и до встречи в следующих видео всем пока